Накануне Бурятию посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Вместе с Алексеем Цыденовым они побывали в нескольких местах с туристическими и промышленными возможностями. Одной из таких точек стала Байкальская гавань в Турке. Там делегация не только встретилась с инвесторами и осмотрела строящийся комплекс, но и насладилась красотами Байкала. Алина Котова подробнее. Полюбоваться зимним Байкалом министру эконом-развития России Максиму Решетникову удалось с высоты птичьего полета. Вместе с главой Бурятии на вертолете они облетели Байкальскую гавань. А после уже на земле посмотрели проекты инвесторов. Гринфлоу пока единственная компания, которая приступила к строительству. Вот это в первую очередь все строится. Первый этап. Скрываем в 2024 году и следующая очередь будет к концу лета. Термальный комплекс вообще рассчитан на посетителей не только отеля, а в первую очередь тех гостей, которые переезжают сюда на курорт. Будет, я думаю, фишка такой. Это уличный бассейн с видом на Байкал. Посмотрите, что как раз строители работают, варят. Там будет бассейн и будет открываться вид на Байкал и на Ольхон. Конечно, будет впечатлять будущих гостей. Одновременно с термальным комплексом обещают открытие четырехзвездочный шестиэтажный отель на 300 постояльцев с огромной конференц-зоной. Также в грандиозный план входят детский центр, апартаменты, ресторан, парковка и многое другое. С ветерком прокатили Максима Решетникова и на Хивусе – судне на воздушной подушке. А за несколько минут до этого на льду Байкала «Гринфло» официально оформила еще один участок земли, где планирует построить яхт-клуб. Также компания подписала соглашение с крупным туроператором «Фан Сан». Именно он сейчас организовывает чартерные рейсы на Байкал. И это как раз заделана перспектива на то, что увеличение тут потока к нам в республику. Мы, безусловно, приветствуем такие договоренности. Главный результат развития туризма – это повышение благосостояния жителей республики за счет того, что дополнительная дохода, дополнительная работа. В целом, тема туризма, наверное, это не только крупные и большие проекты. Это не только Байкал, кстати, да, это и само Улан-Удэ, и ряд других точек роста. И это не только крупные, это еще и малые инвестиции.